Спасибо, Татьяна. Выходите, но не уходите, потому что сегодня у нас очень-очень интересная встреча. Коллеги, если меня видно, слышно хорошо, прошу зажечь костры рядом с нашими сообщениями, чтобы я понимала, что все в порядке. Отлично. Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня великолепный день, прекрасная погода, отличное время года, и мы собрались здесь по прекраснейшему поводу. Сегодня мы представляем вам вебинар-презентацию книги Светланы Шабалиной «Быть стильной, оставаясь собой». Покажу вам ее, вы уже видели ряд сзади меня. Книга отличная, но чуть-чуть позже о ней подробнее, а сейчас сделаю такое введение небольшое. Книга эта вышла в свет в самом конце прошлого года, сложного года для всех, и она сразу же попала в топ-продаж книг нашего издательства. Ну, действительно, засидевшиеся дома люди имели прекраснейшую возможность оценить не только происходящее вокруг, но и посмотреть на себя, на то, что внутри, но самое главное, на то, что снаружи. Поэтому появление этой книги было явлением необходимым и ожидаемым. Но сегодня не только об этом. Тема гораздо глубже. Создать стильный образ – это искусство и наука. Два в одном. Наш сегодняшний спикер, автор уникальной книги тренинга, имидж-стилист, дизайнер, коуч, ведущая курсов и тренингов по стилю Светланы Шабальна, приоткроет завесу тайны образа каждого из нас. Расскажет, для чего нужен индивидуальный стиль и как рассказать о себе с помощью одежды. Друзья мои, встречаем удивительная Светлана Шабальна. Светлана Шабальна. И так, ага, есть. Судя по реакции, все отлично. Вот, тогда не будем терять время и приступим к сегодняшней теме. Итак, наша небольшая встреча будет посвящена индивидуальному стилю, вопросам индивидуального стиля. Что это такое в общих чертах? Конечно же, вы понимаете, за полчаса тут не раскрыть всю тему. В общих чертах, как создать свой стиль, как вообще к этому подойти. И, конечно же, не менее интересный вопрос, я постараюсь его раскрыть. Зачем он нужен? Может быть, он не нужен. Может быть, спокойно можно жить, одеваться в те вещи, которые удобны. И, в общем-то, даже не задумываться. Итак, Анна меня уже представила. Еще раз, кто со мной не знаком, пару слов. Я имидж-стилист, коуч. Вот, в стилистике уже 11 лет, и 8 из них занимаюсь преподавательской деятельностью. Наверное, именно это, в общем-то, и сподвигло на написание книги, в которой раскрываются профессиональные методики, достаточно такие уникальные, нераспространенные. То есть их мало где можно встретить, некоторые из них вообще нигде, ни на каких курсах не встречаются. Вот. И я вот пару слов о себе сказала. Давайте познакомимся чуть-чуть побольше, поближе. Напишите, пожалуйста, в чат цифру о ваших отношениях со стилем. Один. Никогда не задумывались. То есть, в общем-то, это вопрос совсем новый для вас. Одевались, как удобно, ну или по каким-то другим критериям. Вот. Два. Интересовались, искали информацию в интернете. Ага, Ирина, вот уже два. Ирина, один. Анна, два. Ага. Три. Если вы пользовались или пользуетесь услугами стилиста, то есть, в общем-то, работаете над своим образом, создаете. Вот. Анна Петрова, три. Угу. Так, двоечки. Да, троечка пока одна. Двоечки. То есть, интерес к стилю есть. Ага. Три. Вот. Два и четыре. Как раз интересовались и уже обучаетесь, да. Ага. Отлично. То есть, у нас тут, в общем-то, такая аудитория заинтересованная, достаточно продвинутая. Ага. Отлично. То есть, есть участники, кто первый раз, но в основном все как-то интересовались, кто-то даже более профессионально. Спасибо за обратную связь. Угу. Отлично. То есть, интерес есть. Я надеюсь, что тогда сегодня будет не просто интересно, но еще полезно. И какие-то вещи я расскажу, которые были вам неизвестны до сих пор. Итак. Красота – это обещание счастья, как говорил Ницше. Привлекательность, то есть, красота, она всегда вызывает внимание, да. То есть, мы оцениваем образ, красивый или некрасивый, с точки зрения, привлекает он нас или нет. И вот здесь, вот этот критерий красоты, он очень субъективный. Потому что мы можем смотреть на один и тот же образ, на одну и ту же девушку, мужчину, картину, неважно, на какой-то визуальный образ. И для кого-то это будет красиво, то есть, мы будем оценивать как красивый образ, кто-то скажет, ну, ничего особенного. То есть, это достаточно субъективная история. Вот. Но, тем не менее, наверное, каждый человек в той или иной степени по-своему стремится к внешней привлекательности. Не буду говорить абсолютно, ну, за всех, но в основном. Вот. Почему? Потому что привлекательный образ, то есть, красивый, да, значит, привлекает внимание, он даёт энергию, он даёт внимание. Первое. Потому что мы считаем, когда мы одеты привлекательно, чувствуем себя уверенно, и это уже повышает наш энергетический уровень. И, с другой стороны, когда мы себя так чувствуем, на самом деле, знаете, здесь такая загадка. Вот. То ли потому что мы себя чувствуем привлекательными, на нас больше обращают внимание, и это тоже даёт определённый заряд энергии. То ли именно наше поведение вызывает такую реакцию окружающих, то ли более объективный фактор, наш визуальный образ, тоже привлекает внимание. Вот. Это всё к чему? О том, что вопросы внешней привлекательности, красоты, индивидуального стиля, они не просто так. То есть, это, знаете, как, ну, не отделать нечего интересу. Это на самом деле достаточно важно для жизни. Но вопрос. Хорошо, критерий красоты, он достаточно субъективный. Так вот, если я хочу быть привлекательной, вызывать внимание, допустим, да, к себе, то каким критериям следует мне, там, следует, да, тавтология следует следовать. Вот. То есть, что выбирать, что будет являться красиво, что не будет являться красиво для окружения. И здесь такая небольшая подборка, конечно же, не по всем эпохам прошлого и настоящего, но я постаралась здесь показать каноны красоты женского образа, как они менялись. То есть, посмотрите, в разные эпохи ценилась очень разная внешность. Иногда пышные формы, иногда более изящно утонченные, иногда брюнетки, иногда блондинки. Вот. И то, что те женщины, та внешность, вот так давайте скажем, та внешность, которая оценивалась как красивая когда-то в прошлом, допустим, вот у нас, да, модель Рубенса, сегодня не будет считаться красавицей. Или наоборот, допустим, по современным канонам красоты, вот у нас тут модель на подиуме, если бы мы ее смогли отправить в прошлое, ее бы там красоткой никто не назвал. Вот. Это вопрос истории. Но даже сегодня внешность очень разнообразна, а каждый обладает абсолютными уникальными внешними данными. Вот. И худощавое телосложение, более пышное, там прямой нос, маленький корнос из горбинка, голубые глаза карии, очень разнообразно. Вопрос, что считать красотой, я красивая, некрасивая, красивый, некрасивый. Вот. У всех очень разные вкусы. И здесь могу сразу сказать, на всех не угодишь. То есть пытаться быть красивой, красивым для всех, это нереально, более того, это не нужно и ни к чему хорошему не приводит. Так вот, если же каждый из нас обладает своей уникальной внешностью и каждый красив по-своему, по своим критериям, то когда мы выбираем, уже, да, так, поворачиваем немножечко к одежде, к стильности, то есть ко внешнему виду, когда мы выбираем одежду, по каким критериям нам необходимо, ну, необходимо, желательно делать выбор. И я позволила себе немного расширить фразу Коко Шанель. Она говорила, что мода проходит, стиль остается, но на самом деле мода проходит, то есть она меняется. Сегодня что-то модно, завтра это уже не модно, старомодно и вызывает насмешки. Красота проходит. Это не по поводу возраста еще, вот, а о том, что критерии красоты меняются в обществе. А возраст тоже проходит, то есть вот, вот, и в связи с этим это временные такие критерии. Если на них опираться, то однажды когда-то можно быть на коне, когда-то и нет. Но стиль остается. И если мы создаем, воплощаем свой индивидуальный стиль во внешнем образе с помощью внешних средств выразительности, то все изменения возрастные, и сегодня я вам покажу этот пример, проиллюстрирую по поводу возраста как раз и стиля, критерии канона красоты, мода, это может проходить, но наша уникальность, наша привлекательность, она всегда будет оставаться с нами. Вот, это по поводу для чего же заниматься своим индивидуальным стилем. Вот, то есть, что это такое и зачем он нужен, индивидуальный стиль человека. Начнем, зачем он нужен. Вот, здесь на слайде очень красивые, прекрасные женщины, две, а очень известная актриса своего времени, 30-х годов. Дорогие слушатели, если кто-то знает их имена, напишите, пожалуйста, в чат. То есть, если вы, они вам известны. Если не знаете, можно написать нет или поставить минус, если они вам неизвестны. В свое время могу сказать, что их, если знал не весь мир, но, по крайней мере, очень многие. Вот, да, имена неизвестны. Это Нэнси Довер и Энн Шеридан. Да, они, их имена не остались, скажем так, в памяти потомков. Они были известны в свое время, была какая-то популярность, потом все сошло на нет. И не потому, что они менее красивы, чем какие-то другие актрисы их эпохи. Нет, они не обладали своим уникальным стилем. И я думаю, что нет необходимости представлять эту женщину. Марлен Гитрих знает все. Ее знали все в то время, когда она снималась, да, в 30-е годы. Ее знают до сих пор. Потому что это не просто красивая женщина. Она создала свой уникальный стиль. У нее очень интересная история. Но сегодня у нас вебинар не на эту тему. Могу только сказать, что самой ей для себя свой стиль создать не удалось. То есть у нее были помощники. Но мы сейчас не об этом. Факт. То есть почему-то ее популярность, Марлен Гитрих, она была, ну, в какой-то момент времени, конечно, она уже переросла. Вот наших, да, предыдущих красавиц. Но когда-то у них была популярность равнозначная. Но о них никто не помнит. А ее знают все до сих пор. Вот. А это вопрос про индивидуальный стиль. Что он дает? Он дает узнаваемость. Вот. И здесь кадр. Фотография моделей, манекенщиц. Очень красивых девушек. Ну, по современным канонам красоты. То есть когда я называю их красивыми, это не значит, что они будут нравиться абсолютно всем. Но тем не менее. По современным канонам красоты их оценивают как прям красоток таких. Так вот. Да. Привлекательная внешность, красивая модельная фигура. Но тем не менее, из них здесь никто не выделяется. Брюнетки, блондинки, шатенки, голубоглазые, зеленоглазые, кореглазые. Они как бы, да, на одно лицо. Вот. То есть вот эта внешняя привлекательность, как бы понятие красоты, понимание красоты, не дает узнаваемость. И можно ответить, да, на эти мои реплики. Ну и хорошо, я вот красивая, вот как одна из них. И нет у меня узнаваемости, нет уникальности, ну и ладно, зачем мне это нужно. Но дело в том, что в современном мире такие сумасшедшие скорости, что нас не просто можно потерять. То есть вспомните, там, люди на улице, в общественном транспорте, онлайн, вот мы сейчас с вами. Сколько сейчас вебинаров, сколько разных курсов, соцсетей, аккаунтов. Понимаете, и очень многие на дно лицо. Если у нас стоит задача где-то спрятаться, чтобы нас не заметили, не знаю, на каком-нибудь собрании, можно быть одетым, как все, мимикрировать под среду. Но чаще всего в жизни у нас другие стоят задачи. И нам, конечно, уже хочется, чтобы нас выделяли, чтобы нас узнавали, чтобы наша личность как-то больше проявлялась, раскрывалась. И вот эту историю, вот этот эффект может дать как раз индивидуальный стиль. То есть создание своего индивидуального стиля и воплощение его во внешнем образе. Обратите внимание сейчас на девушку. Она у нас тут слева, потом появятся еще и другие. Но что о ней можно сказать? Фотография с улицы. То есть мы ее можем подобную, такую же встретить. Где-нибудь сейчас выйдем на улицу и встретимся. Так вот, можно сказать, что она одета модно. Достаточно современно, по крайней мере. Вот. Интересно так. То есть такое, ну, уже распространенное, но тем не менее, это сочетание нашего времени. Это спортивная обувь, кроссовки, спортивные брюки, классическое пальто, очки такие яркие. В общем, да? Привлекает внимание. Вот здесь никого больше нет. А теперь вопрос. Кто найдет отличия? Да, разные оттенки пальто, брюки чуть уже, где-то юбка, где-то шире, где-то с лампасами. Но посмотрите, пожалуйста. Вот эти, это модные образы, это по поводу моды как раз. Модные образы, фотографии с улицы, но они же все почти одинаковые. То есть, чем одна из них выделяется, чем она отличается? Хотя она одета модно, современно, может, кто-то даже скажет креативно. Ничем. И, да, шар в головной убор. Какие-то нюансы есть. Точно так же, у кого-то пальто длиннее, у кого-то короче, конечно же. Но если вот эти девушки будут мелькать по улице, вот представьте, вы идете, а сегодня, ну, таких образов много можно встретить. Вы не увидите разницу. То есть, они вам будут все примерно на одно лицо. Вот так вот смотреться. Это к чему? Зачем вообще вот эти фотографии, зачем я вам показываю? Когда мы пытаемся как-то одеться привлекательно, модно, красиво, эстетично, чтобы себе доставить удовольствие, чтобы привлечь внимание окружающих, ошибочно пытаться копировать чьи-то решения, чьи-то образы, звездные, может быть, да, каких-то там публичных персон, потому что мы получим копию какую-то. И все. То есть, оригинал, вы понимаете, что он всегда ценится гораздо больше копии. Так вот, создать индивидуальный стиль, пытаясь подсмотреть какие-то интересные идеи у других персон, это ошибочный путь. То есть, мы никогда не сможем раскрыть свою индивидуальность и транслировать свои ценности, рассказывать свою историю. Вот. Поэтому, если, ну, а тут уже в начале была обратная связь, вы задумываетесь о своем индивидуальном стиле, то нужен какой-то иной подход. Так как достаточно много литературы по стилю, и можно на интернет где-то ресурсах встретить, и печатные издания. Так вот, я когда начинала вообще свой путь в этой сфере, получала свое первое образование, я искала литературу, которая поможет продвинуться в этой сфере. Ничего не смогла найти, потому что максимум какие советы, я сейчас не про цветотипы, не про фигуры, как вот выглядеть в стране, это к стилю не имеет отношения. Так вот, именно как создать тот самый уникальный, свой собственный персональный образ. Максимум, что можно было где-то прочитать или услышать, так это посмотрите на образы публичных людей, звезд, актрис, выберите то, что вам нравится, создайте себе вот подобный гардероб и ему следуйте. Вот пример. Допустим, у нас, честно говоря, не знаю, это фотографии стайла, то есть этих девушек, но будем считать в порядке хронологии, как они появлялись. Вот наша звезда, и вот три девушки решили создать собственный стиль, они вдохновляются вот этой персоной публичной, да, она на сегодня будет играть эту роль, и стали одеваться подобным образом. В результате мы имеем тут вот несколько копий. Бонусы обладания своим стилем, то есть когда мы не копируем кого-то, а одеваемся уникально. Это узнаваемость. Здесь понятно, я уже приводила примеры, и еще раз обращу ваше внимание на вот этот момент узнаваемости. Каждый человек, он уникален. У нас нет двух абсолютно одинаковых. Даже близнецы, когда они растут, если по младенчеству их могли перепутать, то они с возрастом, они начинают отличаться друг от друга все больше и больше. Вот. И вот эта уникальность уже заложена в нас природой. То есть, чтобы создать свой стиль, нам нужно только понять свою уникальность, то, чем мы отличаемся от других. Я сейчас не имею в виду противопоставления, то есть я лучше, я выше, все остальные хуже. Ни в коем случае. Нет. Просто каждый из нас может сказать, что я другой, я другая относительно всех остальных. Вот. И, наверное, это прекрасно, да, что так много всего в мире интересного и разнообразного. Вот. И, конечно же, когда мы вот эту свою уникальность, то, чем мы отличаемся от других людей, продолжаем в одежде, и получается впечатляющая история, впечатляющие образы, которые остаются, можно даже сказать, вот на примере Марлен Дитрих, можно даже сказать уже в веках. Потому что, да, век у нас сегодня 21-й. Дальше. Что дает еще обладание своим стилем? Это уверенность в себе. Две стороны этого пункта. С одной стороны, когда мы хорошо выглядим и мы знаем об этом, наша уверенность повышается. Вот. Дорогие слушатели, давайте, то я тут вещаю, вещаю. Для обратной связи нажмите, пожалуйста, на огонек, кто чувствовал на себе этот эффект. То есть, когда вы точно знаете, что хорошо одеты, вы чувствуете себя более уверенным и немножечко или достаточно сильно по-другому начинаете себя вести в жизни, начинаете по-другому общаться. Вот. То есть. Так, огоньки. Да, есть. То есть, вот этот эффект одежды, эффект внешнего вида на себе чувствовали. Замечательно. Вот. И второй момент. Он такой более глубинный по поводу уверенности в себе. И я заметила после нескольких лет погружения в стилистику, когда начинаешь создавать свой индивидуальный стиль, начинаешь выбирать одежду, именно ту самую, которая будет созвучна тебе как личности, созвучна твоей внешности, знаете, происходит очень интересный эффект. Об этом не говорят на каких-то там передачах по переодеванию, да, в модных блогах. Но это на самом деле происходит. Мы начинаем лучше узнавать себя. То есть, вроде бы, вопрос одежды, а вот эти туфельки мои, не мои, а подойдут они к этому платью? Вообще-то платье мне подходит или не подходит? То есть, когда мы начинаем взаимодействовать с одеждой более глубоко, чем на уровне удобно-неудобно, модно-немодно, мы начинаем лучше понимать себя. Какие мы, да, где-то мои, вот одни качества, другие. То, что раньше воспринималось как недостаток, воспринимается просто, ну, как особенность. Да, над ней можно поработать. Ну, вот я такая. И знаете, растёт принятие себя, так вот потихонечку, естественно. И когда мы принимаем себя, вот эта естественная уверенность, да, я такая. Ну, вот такие у меня есть качества, другие. И более спокойно начинаем воспринимать себя. Уже не пытаемся скрыть какие-то недостатки, они, знаете, не напрягают. Вот, то есть, и уверенность в себе, она получается, именно та уверенность, которую даёт индивидуальный стиль, она, как бы, знаете, с двух сторон. И изнутри растёт, и снаружи. Дальше. Близкое окружение. Вроде бы, как наша одежда. Одно платьице, приталенное красное, или синее прямого окружения, может повлиять на окружение. Очень, на самом деле, знаете, сильно и действенно. Ведь хотим мы или не хотим, пытаемся скрыть или, наоборот, транслировать, но качества нашей личности, они видны. Они видны по поведению, они видны по нашей внешности. Когда вы смотрите на человека, например, представьте, у меня здесь, правда, нет портфета, у него там тонкие сжатые губы, глубоко посаженные глаза, орлиный нос. Вот, да? То есть, такие жёсткие черты лица. Навряд ли у кого-то возникнет ощущение, что он мягкий, бесхарактерный какой-то, такая душка. Скорее мы подумаем, что он жёсткий, что он сильный, целеустремлённый. Вот, то есть, наши черты лица, которые все видны, да, всегда, они тоже дают определённое впечатление. То есть, наша внешность достаточно много информации рассказывает окружающим людям у нас. Если одежда, стильная одежда, то есть та, которая созвучна нашей личности, если мы её носим, то есть мы начинаем в пространстве звучать громче, ярче, мы начинаем транслировать качество своей личности, свою уникальность. Те люди, которые нам не близки, у них другие интересы, у них другие ценности, они не приходят в нашу жизнь, а те, которые были, они уходят. И наоборот, вот как бы на эти сигналы усиленные приходят люди, которые нам ближе, нам с ними интереснее и гармоничнее, и комфортнее общаться. Вот, поэтому это опосредованный такой бонус, но тем не менее, он однажды начинает выстраиваться, когда мы во внешнем образе транслируем свой стиль, а не копируем кого-то. И связан с этим, связанный с этим четвёртый бонус – более быстрое достижение любых целей. Почему? Вроде бы, как может изменение гардероба, то есть одна тряпочка, которую поменяли на другую, как это может помочь нам в жизни достигать своих целей, выбирать, принимать какие-то решения. Цепочка прям такая, знаете, логических взаимосвязей. Мы лучше узнаём себя, понимаем, принимаем, мы чувствуем себя увереннее, мы увереннее идём по жизни, мы ярче заявляем о себе, о своих качествах, о своей Личности, к нам притягиваются в жизнь близкие люди, мы лучше понимаем свои истинные желания, не пытаемся достигнуть чьи-то чужие. И у нас как бы вот эта совокупность факторов и приводит нас как раз и к более верному выбору, к тому, что называется, да, душа просит, вот, и к более быстрому достижению этих наших истинных желаний. То есть я надеюсь, что я, даже если кто-то здесь и сомневался, что, ну, нужен мне этот стиль, не нужен, может быть, без него можно, надеюсь, что сейчас вы точно уже уверены, уверены в том, что стиль человеку, ну, я бы сказала, необходим. Так, и пример очень яркой стильной персоны, вот как раз вспомните, да, что возраст проходит, стиль остаётся, это дизайнер, коллекционер, такой эксцентрик моды, «Айрис Апфель», ей в этом году 99 лет, видите, её возраст не смущает, она одевается очень ярко, достаточно эпатажно, такой прям фишкой образа, изюминки являются большие круглые очки, такой в крупной, да, в широкой оправе, огромное количество украшений, могут быть яркие цвета, то есть её образ очень запоминается, узнаётся, стимодный блогер в том числе. Так вот, по поводу узнаваемости, она уже несколько десятков лет, но не всю жизнь, вот, несколько десятков лет ходит в этом образе, одевается с одной стороны очень разнообразно, и вот здесь вы видите, вот у нас справа образ полностью серый, слева более цветной, вот, но всегда узнаваемая. И посмотрите, пожалуйста, вот эта узнаваемость, стильность, она вызывает эту тему копирования. То есть, когда человек стильный, когда его образ, его образ, да, в одежде, он транслирует свои ценности, свои интересы ярко и художественно, конечно же, это привлекает внимание. И очень часто, особенно если персона публичная, вызывает волну подражания. И вот как раз примеры. Мы узнаём то, что основой вот этих двух образов является наш дизайнер Айрис Апфель. Но, посмотрите, пожалуйста, для сравнения. Это как раз тему, что копия никогда не будет столь же ценной, столь же прекрасной, как оригинал. Хотя девушка слева намного моложе. И если справа на Айрис, вот это огромное количество аксессуаров, такого крупного размера, да, то есть, вроде бы, можешь показать, что это чрезмерно, но смотрится естественно, органично, то слева, как-то, ну, мягко сказать, немножечко безвкусно и излишне. Вот. Даже здесь фотография слева, это прямое цитирование данного комплекта, у Айрис Апфель. Но, тем не менее, хотя вроде бы у нас тут один в один, прям всё-всё повторяется, впечатление вот этой аутентичности, да, привлекательности, несмотря, обратите внимание, на возраст, конечно же, на правом кадре гораздо сильнее. Вот. Поэтому стильный образ, он, конечно же, вызывает волну подражания, но, тем не менее, только усиливает ваш индивидуальный стиль. И здесь две фотографии, как раз можно, ну, для сравнения. Личности нас здесь не интересуют, актрисы, манекенщицы, нет. А сейчас я прошу обратить ваше внимание именно на одежду, на платье. Платье одно и то же. И если на первом кадре, я их специально пронумеровала, оно было представлено в коллекции, вот у нас, да, на подиуме, то посмотрите, как это платье выглядит в другой интерпретации, на другой девушке. Сказать, что кто-то из них более красивый, менее красивый, знаете, это вопрос достаточно субъективный. Кому-то понравится больше девушка справа, кому-то слева, кто-то предпочитает более пышные формы, кто-то более такое худенькое телосложение. Вот. Но посмотрите, пожалуйста, как по-разному смотрится платье. И в одном случае это стильный образ, в другом это просто красивое платье, и, в общем-то, даже его красота немножечко теряется. И подобный пример второй, совсем в другом стиле комплект, слева и справа, тоже на первом кадре. Да, вот вы видите здесь, это пример с подиума, то есть когда образ был продуман тщательно до мельчайших подробностей. И посмотрите, как то же самое платье может выглядеть в другой интерпретации, на другой внешности, на другой фигуре. Сказать, что это платье какое-то плохое или, наоборот, хорошее – нет. Вопрос в том, кто носит и как носит. И вот как раз примеры. Дорогие слушатели, поставьте, пожалуйста, в чат цифру 1 или 2, какой вариант кажется вам более гармоничным, более стильным, какой образ. Единички. Вот так Анастасия двоечку ставила. А единички пока побеждают. Так, двоечек меньше, единичек больше. Ага, оно присутствует. Вот. Тем не менее. Спасибо за обратную связь. Если говорить именно о стильном образе, и мы сейчас плавно подойдем как раз, что же это такое, индивидуальный стиль, если говорить о стильном, то как раз на фотографиях под номером 1 более стильный образ получился. Но еще раз обращаю внимание, это не значит, что наши актрисы под номером 2, они как-то менее красивы, сами по себе менее привлекательны. Нет. Просто их индивидуальный стиль, который уже заложен в их внешности, уже заложен в их характере, он не созвучен этим нарядом. То есть здесь идет большая дисгармония. Хотя те же красивые девушки, красивые наряды, но вот этой цельности образа уже не получается. И я показывала в качестве примера такого очень яркого публичную персону Айрис Апфель с достаточно таким ипотажным индивидуальным стилем. Но вот здесь, вспомним, Одри Хэбберн, тоже ее называют иконой стиля. Она одевалась очень нейтрально в соответствии с модой своего времени. Никакой патажности, никакой такой, да, необычайности. Тем не менее, ее образ тоже остался уже в веках. То есть одеваться стильно, это не значит ярко и патажно и нарушать все общепринятые нормы. Нет, можно прям следовать всем дресс-кодам прописанным или общепринятым, модным тенденциям, и тем не менее оставаться индивидуальной, оставаться стильной. Вот. Или наша современница Анна Винтор. Тоже фотографии я старалась брать не прям с красных дорожек, а более такие повседневные ее образы. Вы видите, она одета очень по-разному с одной стороны, с другой стороны. Каждый ее образ, он узнаваем, то есть он в чем-то повторяет предыдущее или будущее. Вот. Это как раз в теме узнаваемости и о том, что каждый человек может найти свой стиль, он может его создать, выбрать. И если в вашей личности, допустим, больше откликается яркость, патажность, какая-то необычность, можно так действовать. Вспоминайте Айрис Афель. Если вам ближе все-таки что-то более, ну скажем так, менее яркое, такое, ну, повседневное, да, не слишком креативно, чтобы не слишком выделяться, так тоже можно. И тем не менее, быть не как все, а быть стильной личностью. Вот. И как раз после всей такой долгой прелюдии подходим к определению стиля. Что же такое стиль человека? Это выражение нашей индивидуальности, ну или человека, его индивидуальности, пусть будет лучше нашей индивидуальности, через внешние средства. Что это за внешние средства? Это одежда, прическа, макияж, аксессуары. Не забывайте, пожалуйста, это осанка, походка, речь, манера поведения. То есть все внешние средства выразительности раскрывают нашу индивидуальность. Они рассказывают о нашей личности, о нашей индивидуальности. Вот это стильный образ. Не просто модный, не просто яркий, не просто эпатажный. Это когда внешние средства мы подбираем в соответствии с нашей личностью, с нашим характером, душой, чертами, да, какими-то основными. Вот. И может возникнуть вопрос, хорошо, понятно, стиль нужен, бонусы неоспоримы. Что это такое? Это уже понятно. То есть нам нужно разобраться в нашей личности, в моей, да, мне самой, в моей личности, и подобрать соответствующие вещи. Как это сделать? Если разобраться в себе, я тоже сколько тут, да, там, может быть, всю жизнь, которую прожила, разбираюсь, и до сих пор еще понять себя не могу. Например. Конечно же, внутренний мир, он гораздо глубже, чем это могут показать там платьица, кофточки, юбочки. Тем не менее, есть, существуют определенные методики, стилистики, которые опираются на тождество. Наша внешность, она созвучна, я имею в виду внешность, которая нам дана от природы, черты лица, фигура, темперамент, который проявляется в движениях, в походке. Вот. Это созвучно нашей личности, это созвучно нашему характеру, нашим чертам, чертам характера. Вот. И поэтому внешние данные, мы их видим, они объективные. Есть нос корносый, есть горбинка, есть губки маленькие, есть большие, понимаете? То есть это видно, то есть это объективная реальность. Ну, насколько она вообще может быть объективна в нашем мире. Ну, так это уже философский вопрос. Так вот. А наша индивидуальность проявлена во внешности. Наша внешность рассказывает о нас. Если мы научимся подбирать одежду, прическу, макияж, аксессуары в соответствии с нашей внешностью, то есть по подобию, то априори получается, да, наше как бы уравнение к чему приходит? К тому, что эти вещи, они будут раскрывать наш индивидуальный стиль. Вот. И каким образом это можно сделать? Вспоминаем, да, вот еще раз возвращаемся к нашему дизайнеру, коллекционеру, к модной диве Айрис Апфель. Фотография слева. Это фотография сегодняшнего дня. И посмотрите, пожалуйста, на фотографию справа. Это ее портрет в молодости. На нем видно, что женщина хотела быть красивой, привлекательной. То есть у нее укладка, у нее макияж, вечернее платье, причем вполне могла себе это позволить, оно не дешевое. но можно сказать, что это стильная персона. Сравните двух этих женщин. Как-то, да, не очень. Да, она модная, она где-то по моде своего времени, но ее привлекательность, она как-то существенно слабее, хотя она намного-намного моложе, это по поводу возраста, чем сегодня. То есть в поиске своего стиля, ну, если мы будем говорить о персонах таких известных, кто у нас сегодня был, Одри Хейберн, да, Марлен Гитрих, Айри Сафель, поиски своего стиля, они занимают какое-то время. Очень часто, если не обращаться ни к чьей помощи, достаточно продолжительно. То есть нужно разобраться в себе, понять, как это можно выразить через одежду, то есть будет, там, не знаю, вот будут вот эти бусы соответствовать моей личности или не будут. Но хочу вас обрадовать, в общем-то, да, к чему, к чему постепенно подвожу. Разработаны, существуют разработаны определенные методики, которые позволяют достаточно быстро, намного быстрее, чем десятилетия, создать свой стиль, то есть привести свой гардероб к стильности. Вот. И тут уже как бы в начале нашего вебинара речь шла о моей книге. И еще раз хочу о ней рассказать, напомнить. В этой книге «Быть стильно оставай с собой», я думаю, что уже понятно, почему такое название, да, или как рассказать о себе с помощью одежды. В этой книге я даю пошаговый алгоритм, работающий, проверенный на практике, который позволит перевести особенности вашей внешности, увидеть, понять черты лица и перевести их на язык одежды. То есть ваш индивидуальный стиль, который уже потенциально им обладает каждый человек, он уже заложен в каждом из нас. И методики, которые раскрываются в этой книге, они позволяют проанализировать свою внешность и научиться выбирать те самые вещи, которые будут рассказывать именно вашу историю, которые будут рассказывать о ваших ценностях, о ваших интересах. И в этих вещах внешние данные всегда будут смотреться более привлекательно. То есть давайте даже здесь смотрите, платье вечернее, декольте, шелковая тонкая ткань, то есть такое изящное, утонченное. Какие черты лица? Грубый такой, да, крупный нос, очень большой грубоватый рот, то есть черты лица тяжелые, даже немножечко мужеподобные. Вот как смотрится внешность здесь, вот в этом наряде, с более изящными украшениями в обрамлении такой тонко-шелковистой ткани. Посмотрите, нос, он не то, что таким же остался, он стал даже больше. Если кто не знает, хрящевая ткань не останавливается в росте, поэтому уши, нос на лице с возрастом только увеличиваются и растут постепенно. Так вот, он не стал меньше, такой же большой рот, грубоватый черты лица, но в обрамлении другом, крупных, тяжелых аксессуаров, крупных рисунков, уже не смотрится мужеподобно, уже не смотрится грубо. Вот, то есть не бывает красивой внешности или некрасивой. Вопрос в том, чем мы ее окружаем. Если мы подбираем вещи к нашим чертам лица по подобию, то есть мы научаемся, этому можно на самом деле научиться рассказывать о себе с помощью одежды, подбирать вещи, которые созвучны вашей внешности, то индивидуальные особенности, они переходят из разряда недостатков в разряд изюминки. Вот. И завершая рассказ, у меня, может, я чуть задержалась, помните, пожалуйста, что настоящий стиль не строится на повторении. Настоящий стиль всегда уникален. Вот. И кого интересуют вопросы стиля, подписывайтесь на Инстаграм. Я там рассказываю, надеюсь, что очень много интересного. Также проходят розыгрыши, какие-то эфиры, то есть достаточно много интересной информации. Вот. Так что подписывайтесь и Анна, наверное... Да-да. Да-да. По поводу вопросов, может быть, там как бы остались... Есть вопросы во вкладке. Я с удовольствием отвечу. У нас тут немножечко время есть. Да, у нас есть вопросы. Значит, с чего бы я хотела начать? Вот мы здесь все собрались пощупать стиль себя и хотелось бы вот начать с чего? Вот представляете, да, я с утра встаю, открываю гардероб, ну, там у кого-то вываливается все. То, что нечего надеть. Но я там ничего не вижу, да, то есть гардероб полон, а я для себя ничего не вижу. Это повод заниматься собой, стилем, или вот это нормально, и как бы надо себе время дать или немного подождать и напраснеть. Друг, что море сосется, подождать, а само не рассосется. С этим нужно что-то делать. И на самом деле, знаете, гардероб это прям почти такая магическая, мистическая история. Гардероб это отражение нашего взгляда на жизнь, наших иллюзий. Поэтому, когда в гардеробе подобный хаос, то есть двери шкафа не закрываются и одеть вот так утром как раз нечего, и чаще всего как это решается? Мы надеваем то, что было вчера. То есть вот есть небольшое количество одежды, которая носится, а все остальное лежит. Мне кажется, это, знаете, уже когда лампочка так вот мигает красным, это уже очень, очень срочно пора заняться своим стилем и гардеробом, как минимум, чтобы было комфортно, чтобы было комфортно жить, чтобы можно было одеваться разнообразно, чтобы не было этого хаоса, да, вот этих мучительных сборов и опозданий по утрам, когда мы пытаемся там что-то найти. Если кому-то в таком варианте комфортно, Аннет, вот по поводу как раз, вашего вопроса, мне все устраивает, я люблю, там полненько, так шкафчик не закрывается, кучка вываливается, надеть нечего, мне очень хорошо. Наверное, не надо, но если вас ситуация это не устраивает, то, конечно, нужно заняться. Это прям показатель. Да, 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 так, это понятно. Ну вот, начиная заниматься стилем, вот, с чего бы начали, ну, большинство женщин, допустим, в магазин. Ну вот, например, есть такие люди, которые, ну вот, в принципе, не любят ходить по магазинам, может быть, поэтому у них отсутствует стиль, то есть, это целая категория людей, для которых это прям каторга, размеры, цвета, модные тенденции, вот это все отсутствие стиля или это отсутствие любви к себе, не знаю, вообще можно полюбить как-то эти походы, и есть в них смысл. сразу скажу, что стиль, индивидуальный стиль и шоппинг, это вещи абсолютно не связаны, то есть, у них нет прямой связи, можно любить, шоппинг не имеет собственного стиля, можно его не любить и иметь, а можно наоборот, то есть, здесь нет прямой связи, но, знаете, что могу сказать, когда начинаешь разбираться, что тебе подходит, что нет, то есть, как раз, когда стиль индивидуальный создан, есть понимание, четкое понимание, да, это мне нужно, это не нужно, это подходит, не подходит, шоппинг для тех, кому он не нравится, у кого он вызывает, как раз, может быть, даже, депрессию, он становится гораздо комфортнее, потому что нет необходимости ходить по торговым центрам, проводить там по полдня или по целому дню и уходить, ничего не купив, а если что-то купили, то потом это опять не сочетается, не подходит, да, как-то, вот эти истории уходят, достаточно прийти ненадолго, вы сразу же, понимая, что вам подходит, вы, наверное, как-то научаетесь, уже получается находить и видеть свои вещи достаточно быстро, и если вам не нравится ходить на шоппинг, вы будете тратить гораздо меньше времени на это времяпровождение, вот, и у нас тут вопрос, после чего-то сатмарина. У нас в вопросе, да, про уборку, не то, что вываливается, вот, да, если носится редко, стоят прилично, стильные, качественные вещи. Первый у меня вопрос, это как раз к тому, что стоит от них избавляться, или раз они такие, качественные, дорогие, их все-таки оставить. Если они не нравятся, то есть они не повышают настроение, если они не делают вас более привлекательны, то есть они наоборот, да, как-то подчеркивают, может быть, недостатки, зачем их носить? Раз. Раз мы, если мы приходим уже к выводу, хорошо, не будем носить, вот они не носятся, куда их деть? Не стоит загрязнять планету и выбрасывать. Есть Авида, да, наверное, какие-то другие сайты, где можно вещи продать, потому что всегда есть люди, которые с удовольствием купят, у них нет возможности покупать в магазинах новые вещи. Можно отдать, подарить нуждающимся, может быть, близким родственникам, подругам, которые давно уже смотрят и с удовольствием будут носить. Вот. Это по поводу качественных вещей. Если они уже сносились, можно всегда отдать в переработку, но это как бы расширяя вопрос. Вот. А, и как убедиться, что это в твоем стиле? Это очень объемный вопрос. Многие верят, покупая вещь, что это им идет. Вот. Ага. Знаете, за пять... Наверное, этому прям много надо времени посвятить. Я бы посоветовала вот почитать книгу, честно. Там есть ответы, потому что сейчас мы точно не уложимся, вот я не смогу ответить. Это достаточно объемный, объемный вопрос. Да, согласна. Более того, вы видите, у Светланы сейчас размещены контакты, да, совершенно замечательный Инстаграм и сайт, можно задать вопросы там или вообще посмотреть, как на самом деле все устроено. Но мне кажется, что Марине надо побольше гардероб, чтобы все классные вещи туда поместились. у меня есть еще небольшие вопросики. Вот, кстати, вот он перекликается с некоторыми из вопросов наших слушателей. Вот есть вкус, а есть и стиль, да. Эти две вещи, которые взаимосвязаны, но вот первое, она не так заметна для самого обладателя. Можно ли стать стильной при полном отсутствии вкуса? Ну, вот мы все знаем такое клише, да, как леопардовые лосины, там, или какие-то безумные розочки, да, такое расхожее выражение. Вот если человек просто не видит отсутствие своего вкуса, ему комфортно в этих лосинах, он удовлетворен образом своей жизни, может ли как-то окружение повлиять на изменения или появление своего стиля? Или вот в случае со стилем любое насилие, да, влияние мнения извне, это вот гарантированный провал? Можно ли увидеть отсутствие вкуса? Ладно, знаете, слушаю вас, и прям вспомнилось мне обучение в институте, у нас там была психология-педагогика, немножечко, вот, и преподаватель говорил, никогда не давайте советы, если вас об этом не просят. Наверное, шансов, знаете так, авторитарно повлиять на внешний вид другого человека, потому что мы со стороны более объективно видим, и на самом деле его это не украшает, не всегда будет иметь положительные последствия, могут даже и отношения как-то разрушиться, но это вопрос не про стильность, это вопрос не про визуальную историю, это скорее вопрос про психологию, про отношения и взаимодействия, вот, и может быть так на самом деле лучше, если не спрашивают, то и не не советовать, но если вдруг все-таки какой-то такой человек есть у вас в окружении, может быть там не в лосинах, да, но вот в чем-то он ходит, что ему явно не подходит, более того, даже уродует, и человек очень хороший, вы к нему хорошо относитесь, хочется помочь, знаешь, что называется причинить добро, можно, знаете как, лучше все-таки не навязывать свое мнение, даже если вы в нем абсолютно уверены, лучше вызвать его интерес к внешнему виду, можно, по крайней мере, спросить, все ли вы устраивает в жизни, как к нему относятся люди, как реакция, может там, в личной жизни, на работе, то есть, вот обратно связь, все здорово, как бы в жизни все здорово складывается, если все замечательно и здорово у него, вот в этих леопардовых лосинах, у него, у нее, вот, то, наверное, не стоит лезть со своими советами, вот, если же, да, вот как-то там зарплату не повышают, может быть, еще что-то, то можно тонко намекнуть, что, может быть, обратить на внешний вид, это по поводу советов, но, знаете, вот, тоже у вас в вопросе очень интересный такой момент по поводу вкуса и стиля, можно обладать вкусом от рождения, но не выглядеть стильно, почему? Можно создавать очень, ну, как бы, красивые, гармоничные интерьеры, ну, в своей комнате, допустим, да, кому-то давать советы подругам там или родственникам, как одеваться, но дело в том, что наличие вкуса, это не гарантия того, что мы понимаем себя, и вопрос стильности, он очень часто, знаете, прям такой огромный камень претензивания, мы можем, давайте еще вас скажу, на моей практике, а это уже 11 лет, 8 лет из них, это не просто клиенты, это еще группы, большие, да, группы студентов, я крайне редко встречаюсь с тем, чтобы у человека полностью, ну, или как бы почти полностью отсутствовал вкус, как правило, все, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но видят вот эту визуальную гармонию, хотя есть, иногда, да, встречаются люди, которые, как бы, ну, наверное, другие каналы больше развиты, они, как бы, можно сказать, что вкус не развит, но это не значит, что эти все люди очень красиво, стильно одеваются, потому что мы на себе не видим, мы не видим себя объективно, и вот в этом как раз прям такой большой-большой вот этот камень преткновения находится. Наша внешность может служить тем мостиком, который поможет увидеть себя немножечко со стороны и к себе подобрать. И что еще могу сказать, что чувство вкуса, чувство стиля, оно развивается. Конечно же, мы все рождаемся с разными данными, но развить его можно и нужно этим заниматься, и развить его можно очень даже хорошо, то есть, как тичь, до очень высокого уровня. Вот, поэтому, ну, мне не дано, у меня вот как бы рождение, вот у нее есть вкус, а меня нету. Вопрос, делать с этим что-то или не делать. Так что, дороги на самом деле открыты, можно, да, можно развивать. Ну, все карты в руки. На самом деле, я не ожидала, что у нас действительно много вопросов, времени, друзья, мало. Я предлагаю вот такую вещь. Давайте встретимся, когда все прочитаем эту книгу и уже будем задавать вопросы, на которые ответов мне не нашли. и самый последний вопрос, который я задам, нашей замечательной ведущей. Светлана, скажите, о своих творческих планов. Вот мы получили вот эту замечательную книгу «Алгоритм работы с собой и над собой». Что дальше? Ждет ли нас что-то еще? Да, планов, как обычно, это бывает всегда, очень много, гораздо больше. чем они реализуются, ну, постепенно реализуются. Вот. Я сейчас хочу, у меня уже был пробный запуск, то есть я хочу в поддержку книги, чтобы была обратная связь, как-то и поглубже можно было разобраться со своим стилем, запустить курс, то есть, в общем-то, он уже даже почти создан. Наверное, его как-то более масштабировать, вот, масштабировать курс как раз. Да. где более полно, с домашними заданиями, с обратной связью можно будет прорабатывать свой образ. И, конечно же, знаете, хочу признаться, мне очень понравился процесс написания книги, создания, и результат, и сам процесс. И так как, вот видите, даже сегодня на вебинаре много вопросов, есть вопросы те, которые в книге слабо затронуты или даже не затронуты, и в своей практике часто сталкиваюсь с тем, знаете, с таким, ну, не совсем верным пониманием индивидуального стиля. есть такой стереотип, и он очень сильно распространен, что стильно, это модно, это ярко, это как-то эпатажно, это так, как все не ходят. А мне как раз хотелось бы, я думаю, это будет как раз вторая книга, вот, на эту тему, рассказать более глубоко, что такое стиль, что он дает, и, наверное, знаете, под каким углом, вот, кстати, тоже интересно, дорогие слушатели, если вот эта тема вам отзывается, вы поставьте огонек, сейчас расскажу, какая. Я заметила, что с помощью одежды можно очень сильно влиять не только на события в жизни, на самочувствие, на здоровье, то есть, знаете, есть цветотерапия, да, арт-терапия, а есть одежда-терапия. И вот эти вопросы, они нигде не затронуты, не раскрываются, и мне бы хотелось как раз чуть-чуть поглубже погрузиться в эту историю, чтобы использовать одежду не как фетиш, а именно как средство, использовать грамотно, и чтобы она приносила, мне кажется, для женщин это особенно близко, да, в силу такой чувствительности, эмоциональности, не просто гармонию, комфорт, открываешь шкаф, там все упорядочено, все со всем сочетается, да, но еще, чтобы одежда обладала таким целительским, наверное, да, вот эффектом, вот, в большей степени, конечно, психологическим, целительским, вот, наверное, знаете, вот куда-то туда, то есть, поэтому тема чуть-чуть абстрактная пока, она у меня не сформулирована, поэтому я еще не села за рукопись, но думаю в этом направлении. Ну что ж, это прекрасные планы, видите, нам уже даже дают советы, с чего начать, об этом хотел говорить Шепель. Ну что ж, друзья, не хочется расставаться, огромная благодарность за сегодняшнюю встречу, Светлана Шабальна, книга «Быть сильной, оставаясь собой», поводов подумать появилась масса, стиль, имидж, образ, мода, вкус, а самое главное, не знаю, как у вас, но у меня точно руки уже чешутся, заняться собой, так что, Светлана, спасибо вам огромное. Друзья, мы сегодня говорили о том, как рассказать миру о себе правильно и получить от этого массу удовольствия. Светлана, огромное спасибо. Я надеюсь на будущую встречу, но по-другому нельзя. Огромных вам творческих успехов. Ну, мы ждем, чтобы эта книга тоже у нас была. Да, спасибо всем большое и за вопросы, за активное участие, Анна, за приглашение. С удовольствием приду еще раз. Я думаю, что тем можно найти много. Вот, допустим, одна из них, это уже гардероб, да? Более подробно о том, что я говорю. Потому что тема такая очень насущная. Друзья, плавно перемещаем наш шабаш в Инстаграм. У нас с вами стоит, да, заставочка. До новых встреч. Всем спасибо. Вопросы ваши я зафиксировала, и на будущей встрече мы обо всем этом поговорим. Спасибо огромное. До свидания. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...